всем привет продолжаю видео обзор 150 штучной 150 кассетной коробки и сегодня хочу поговорить о китайских кассетах их в этой коробке попалось немного и когда я покупал кассеты я был уверен что кассеты эти скорее всего я продам даже не продам а кому-нибудь просто их как сказать доп пайком отдам кассеты приехали и жаба как обычно задушила я решил а чё неплохие симпатичные кассетки зачем от них избавляться конечно всем известно что в китайских кассетах очень часто стоит негодная к употреблению лента и эти кассеты не исключение я все их переслушал от начала до конца так там что-то включал и из 10 или 13 кассет попалось всего три которые хорошо звучат это именно что звучат такие я не стал уже калибровать тестить а просто решил их оставить как есть ну в частности вот этот кассета на ней неплохая лента я должен писал не стирать она может быть пишется и плохо но ее от 1 записали и записали хорошо поэтому зачем ее дергать я не буду этого делать записали на айве запись хорошая вот такая вот китайская кассета с остальными кассетами я решил поступить радикально я просто вытащу из них родную пленку которую без сожаления отправлю в мусорку в эти корпуса поставлю соники тдкшки или максовые благо доноров сейчас у меня очень много в итоге получу вполне годные кассеты вернее не годы вполне симпатичные кассеты с годной лентой сами же эти кассеты в очень хорошем состоянии большинство что весьма редко для китайских кассет поэтому я принял вот такое решение ленту под замену кассеты себе на полку ну пока то да сё вот уже вторая кассета soundx вот уже не менять пленку написал я сделаю им новый вкладыш в плане напишу что записано будет у меня симпатичный китаец тут тоже что тоже редкость вот вам третья кассета которая в хорошем состоянии по пленке состояние которое содержит в себе неплохую пленку вкладыш здесь подубит нормально лента написано опять же это просто на слух я ее не калибровал и не писал venus ms 400 си 90 вот такой вот вот из нее я пленку вытащу я ее калибровал она не калибруется запись на ней который имеется абсолютно не звучит поэтому ленту смело в мусорку вместо нее в этот корпус пойдет какая-нибудь хорошая качественная лента zzz наверное одна из самых распространенных китайских кассет которая на старичке стоит довольно таки дорого что в запечатках что в распечатках дорого и дорого для китайских кассет ну рублей 150 200 за него сейчас просят не знаю платят или нет но факт есть факт а что касается ленты то мне такие кассеты уже были не раз и лента в них я эти кассеты просто продавал или дарил лента в них никакая на мой личный вкус поэтому тоже заменить радоваться жизни с нормальной лентой еще одна йока тоже наверно весьма распространенная кассета при мере я их помню из своей прошлой жизни как видите состояние весьма неплохое что в этой что у предыдущих кассет вкладыши исписаны всего полна дух или или на трех экземплярах и внешне вполне себе симпатичные кассеты галин галина тоже припомню припоминаю такие попадались это закос под пока имели вкладыш закос под тдк до 90 80 там какого второго года или 84 неважно какого-то там года типичная кривая наклейка для китайцев здесь уклон влево здесь уклон справа друг друга они компенсируют вкладыш исписан галин кассет вот такая вот китайская галя монотекс hd x90 монотекс for сиди юроглифы японский дизайн вот так выглядит кассета вкладыш чистенький вагдамс тоже из распространенных по союзу кассет и тоже не и лента никакущая вот такой dx 1 90 но ходят слухи что это какая-то российская разработка я не стал не проверять не проверять не стал искать вообще никакой информации по этой кассете я решил пусть она будет китайской если ошибаюсь значит я ошибаюсь лента в ней тоже никакая на кассете никаких опознавательных знаков по производству не имеется поэтому идентифицировать ее сложно но в целом кассетка весьма симпатичная в последнем случае я такую никогда не видел и парочка таких концептов концепт в желтой коробочке made in гонконг вот такое вот отличное состояние для довольно-таки старой китайской кассеты язычки на месте пленка под замену но сама кассета я бы сказал отлично вкладыш тоже чистенький такая прикольная необычная желтая коробочка концепт номер раз и номер два тоже практически отличное состояние выкидывать выкидывать жалко вот такие вот китайские кассеты кроме того попался вот такой хюнстар полагаю что это наверно корейская все-таки кассета лента в этой кассете тоже не калибруется и пойдет на замену вкладыш вкладыш хюнстар аудиокассет тип 1 и где сделано не пишут ну будем считать что корейская вот такой сай хан но эта кассета уже попадалась у меня в обзоре про продажи но тем не менее думаю стоит показать ее и здесь более подробно опять же сай хан я так думаю что это корейская кассета а почему я так думаю потому что вот есть такой сай хан и есть вот такой самсунг самсунг сай хан а в остальном как говорится найдите 10 отличий ну кроме того что сай хан 60 минут а самсунг 90 более никаких различий я не вижу вот написано мэйден корее один в один и вот такой вот еще один не знаю написано западная германия так кайду ну я называю буду считать что то японец ой господи китаец да если бы не была исписана была бы прикольная кассета но она тоже по моему у меня ушла она должна уйти с продажными кассетами поэтому сильно акцентироваться на ней смысла я не вижу вот такой вот китайский улов в 150 кассетах на этом у меня сегодня все всем спасибо за внимание не болейте 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 Продолжение следует...